Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 30 марта и я почти все основные свои посевы закончила. У меня остались ранние скороспелые сорта томатов, но это уже примерно 1 четвертая часть от всех посевов. И сейчас я покажу вам, какие записи я сделала на сегодняшний день в своем журнале садовода-огородника. Потому что я обещала в начале начинающим всем новичкам показать, как я делаю записи. Мне было некогда до этого. Сейчас время немножко появилось в связи с болезнью. Я чуть меньше тружусь, поэтому могу вот такой легкий труд, такой как показать журнал, могу вам сделать. Вот смотрите, сначала видно, все красиво я начала оформлять. Тут даже номера лотков приклеивала. И по этому журналу видно, что я была не очень загружена, если у меня было время даже выделять даты, лотки. Все я подробно писала. Какая предпосевная обработка, вот посев сухими семенами, без предпосевной обработки. Все я помечала, все было красиво. Это был январь и февраль. Вот это вот как раз те сорта, которые я на развод брала. Я насадила их много и помечала, какие у меня взошли, какие не взошли. Вот тут написано, 4 штучки взошли, это вообще не взошли. Это вот дарья, бондарь, карамель. Я хотела расширить ассортимент, и новых сортов немного ввела. Какие-то у меня вырастут в этом году, какие-то нет. Так, идем дальше. Это вот все у меня эксперименты. По многу-много сортов сеяла, чтобы хотя бы 1-2 получить, чтобы развести. Пока было время, я вот этим занималась, пока у меня не было основных. Но все, что я делала, я все равно все записывала. Не важно, это я для себя сеяла, или на развод, или на торговлю. Вот, лоток 21, 22 февраля. Перец, богатырь, мои семена. Там, где нет никаких пометок, это значит, я просто сею свои сухие семена в грунт, и ничего мне, никаких потом результатов не надо, потому что я знаю, они взойдут, всходят. И так каждый день. Вот 26 февраля, лоток 40, лоток 41, 27. Я пишу, какой по счету лоток, вот 42. Магазинные семена разные, Бутуз, Этюд и Оленька. Оленька не взошла вообще, а Бутуз и Этюд я получила по 10 всходов. Буду разводить их как-то понемногу. Вот это вот тоже магазинные семена. Лимонное чудо хорошо взошло. Факир не взошло, золотой юбилей тоже не взошел. И вот все-все, все, что я делаю, я все записываю. Потом, вот видите, конец февраля, у меня уже пошли массовые посевы. Если там я построчно писала в одном лотке такой, такой, такой сорт, то тут пишу лоток 47, лоток 48, лоток 49, все один сорт. Дальше лоток 50, лоток 51, это тоже все одинаковые, это значит уже идет у меня массовый посев. Потом начинаются томаты. Вот 11 марта, видите, лоток 67, а это еще этот, перец. 11 марта, да, я досевала еще перец, красный конус, раз, два, три, четыре, аж четыре одинаковых. Это значит массовый посев перца. Сейчас у нас, а, вот они, сейчас у нас пойдут томаты. Вот. Лоток 73, 74, алтайский сюрприз, король гигант. Идут пока что смешанные. Это значит не массовый посев, а для выращивания в открытом грунте или где-то там. Потом идет вот уже к концу марта я пишу. Томат петруша. Лоток 89, 90, 91, 92. Это значит 4 лотка одного сорта я посеяла. Тут без всяких пометок. Тут я знаю, что это мои семена, ничем не обработанные. Это я начала сеять томаты понемножку для выращивания в открытом грунте, в тоннелях. Видите, 26 марта. 93, 94, 95 лоток все же растойкие. Потом также, вот вчера, 29 марта идет. Демидов, Демидов, Демидов. 101 лоток, 102, 103. Пошла Настенька. Вот, на вчерашний день я посеяла 103 лотка различных перцев, томатов. Как вы видите, все они разные. Какие-то идут массовые, одинаковый сорт, например, по 5, по 6 лотков. В каком-то лотке по 12, по 18 сортов. Все это зависит от назначения, от того, для чего я сею. Но каждый, каждый свой шаг я сюда записываю. И по интенсивности, если я говорила, что вначале было все красиво, культурно, то теперь вы видите, конец марта у меня написано уже все таким торопливым почерком, некрасивым. Очень интенсивно все это, потому что самая горячая пора. И зато по этому журналу, раз я здесь все-все-все записываю, я на будущий год, уже даже зимой или рано весной, я могу посмотреть, когда у меня более интенсивная работа, когда я загружена и когда я более свободна. Я все это буду знать. И по этому журналу можно вообще... Как? Журнал отражает всю тут мою жизнь. Потому что вот тут, когда я болела, у меня последняя запись 20 марта написана, и все. Потом хоп, перерыв. Следующая уже 25-26-го. Это значит, 5 дней я вообще не прикасалась ни к этой тетради, ни к чему. А это значит, у меня была какая-то беда, неприятность. То есть я болела. 5 дней перерыв, конечно, не может быть никогда у огородника весной. Это все вынуждено. Я вот на будущий год даже могу по этой тетради узнать, когда я болела и не сеяла ничего. Вот это моя тетрадь. Я уже половину тетради это исписала нынче. Видите, уже сколько листов записала. Каждый лист это моя работа ежедневная. Мои посевы, пикировки. То, что я распикировала, тоже пишу. Вон пишу. Распикировала лоток 57, Йола Вондер, от 4 марта. Даже если у меня выгорят этикеточки на лотках, там название или что, по номеру лоточка, простым карандашом на лотках пишу, я могу в тетради посмотреть, когда он был посеян. Все, до свидания. Это просто у меня люди просили показать, как я заполняю свою тетрадь. Я заполняю очень просто. Пишу вообще все подряд. И каждый день у меня какая-нибудь запись о проделанной работе. Вот сейчас я начинаю сеять ранние, скороспелые сорта. И все, что я сею, я все сюда записываю. Это очень помогает, облегчает мне мой труд, чтобы голову не забивать лишней информацией. Я все потом смотрю здесь. До свидания. С вами была Ольга Чернова и моя тетрадь, журнал садовода Огородника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова